А вот если вы решили поспешить и взять выкройку из бурды, а померили по грудь, талии, бедра, все подходит, выкройка моя, и забыли о нашем любимом балансе, тогда, мои хорошие, что может произойти? Что касается этих выкройок бурдовских, то их особенность как раз в том, что они часто строятся на сутулую фигуру, у которой длина спинки до талии равна длине полочки до талии. Ну такие вот уж немочки у нас. Так вот, теперь вы будете умненькие. Если возьмете чужую выкройку в работу, вы обязательно найдите у нее линию талии на этой выкройке. И измерьте от талии до верхней точки плечевого шва длину переда до талии и измерьте длину спинки до талии. То есть найдите эти мерочки у себя на выкройке, на чужой, которой быстренько хотите воспользоваться, неохота вам тут заморачиваться, строить на себя эту базу, выбирать прибавки, моделированием каким-то там еще заниматься. Там все уже готово. Ладно, согласна, но найдите баланс. То есть отнимите от ДТП, ДТС. Если он у вас будет 3 сантиметра, а у вас у фигурки 4, берите, пользуйтесь. Но если у вас 4, а там 0 или 1, у вас будут вот такие заломы. Вот так вот все вздернется на груди. А вот этот шовчик у вас пойдет вперед, а низ будет вот такой вот. И оно вам надо. Что вы делаете в таком случае, если вы видите какие-то некрасивые заломы, и боковой шов и линия не заиспортились? Вы просто его распарываете, вот этот шовчик, да? И он у вас сам встает на фигурке так, как вам надо. То есть в данном вот случае, если у вас вот так заломы, да? Вам что нужно? Нужно, чтобы полочка была подлиннее. Значит, вы ставите точку вот здесь вот, одну меточку, в районе бокового шва, а вторую делаете вот здесь. Если вам надо удлинить свою полочку, да, чтобы место для груди освободилось, чтобы баланс получился ваш, вы распорите вот этот шовчик и соедините эти точки друг с другом. Вот эти новенькие меточки соедините друг с другом. Расстояние между вот этими метками не более полутора сантиметров. Пока делайте. Два много. Один, может быть, вас и не спасет. То есть вот такая вот история, если у вас появляется ошибка баланса. Вы должны очень четко на примерке увидеть, как надо поставить вот эти две меточки. Как надо подвинуть. У фигурок, наоборот, сутулах. Может быть, другая история, наоборот, это придется сделать. Понятно? А вот это вот, такое действие, оно пойдет именно для фигурок перегибистых с большой грудью. А потом, поймите, да? Ну, поставили вы вот эти меточки, снимаете с себя свое изделие, распарываете этот боковой шов и соединяете эти меточки друг с другом. У вас получилась вот такая, допустим, картинка, да? Но тогда что случилось? Случилось вот что. Вот эта точка пришла сюда, значит, вот эта точка пришла сюда. И пройма теперь выглядит вот такой вот, да? А что с линией низа случилось? А с линией низа вот такая картинка случилась, да? Но низ, ладно, видите, они здесь не совпадают, и здесь не совпадают, когда вы меняете баланс у фигурки, да? Но вот это-то ладно, мы вот так подрезали, это выбросили на осноровки, и с низом проблем нет. Но, а что делать с проймой? Вроде бы тоже, казалось бы, вот это можно подрезать, да? И тоже бы проблем нет. Но ведь тогда удлинилась передняя половинка проймы, да? Она стала больше, чем задняя половинка проймы. И в области груди появилась слабина, а выточка там уже есть, значит, ее надо где-то куда-то опять добавлять, уменьшать, или дополнительную делать. Понимаете? И возникает у вас куча проблем. Поэтому мой вам совет, научитесь работать с родными выкройками, и никогда не бегайте по чужим. Потому что, сделав один раз, правильно определив свою осанку, проверив это все на каком-то изделии, на своем, у вас все потом в дальнейшем будет на своих местах, и будет все хорошо. И вот такой истории вы знать никогда не будете. Спасибо. Спасибо.